Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. Вескер с вами до связи. Ну а мы с вами продолжаем прохождение Лары Крофт с предыдущей же позиции. Записываю несколько эпизодов подряд. А я только хотел вкусняшку забрать. Эта стрела с обсидиановым наконечником была сломана пополам. Она похожа на те, которыми пользовались мятежники Унурату. Если они вступили в борьбу с Тринити и имея в распоряжении только это примитивное оружие, то у них не было ни одного шанса. Ну, знаешь Лара, примитивное не значит плохое. В конечном итоге, как ни крути, если грамотность... Кому я рассказываю? Она пошла против грабаного Китишграда с голыми руками, парой ледорубов, ну и может каким-нибудь опростым оружием. А уж как она охотилась на Тринити с луком. Нет, я бы на ее месте так бы, знаете, не заявлялся. Я не спорю, они мало что понимают, наверное, в современном оружии, но... Будем честны, Лара сама идет с голыми руками, большинство стоит на Тринити... Чё-то еще плакнул... А это любопытно... Жучок? Ну давай... Я ушел и вернулся, и демоны не преследуют меня. Может мне просто повезло? Или жрецы нам солгали? Зачем им держать нас здесь? Ну, чтобы вы превратились в мумий и устрашали местное население. А чем еще? Только одно. Умери здесь с места и с места. Так... Проверяю до наличия. Только сейчас решил включить фонарик. А раньше нельзя было? Главное, чтобы можно было вернуться сюда, брат. Стоп! Там спуск. Пока не лезет. А здесь? Похоже на золото. Давай, шахтер, ты наш ходячий, работающий, не зазряй, скрач. Так, ну тут вроде никуда не надо. То есть это, видимо, зона чисто, чтобы... Добыл и забыл. Ладно. Но трупаков тут реально он не только валяется. Получается, не сюда. А, тут не спуск. А думал, здесь горка будет. Что-то мертвое уже радует. А, это в обратную. Я думал, здесь где-то зацепиться. А почему, кстати, она не может подпрыгнуть и зацепиться? Это было бы логично и проще для нее. Ну ладно. Это арена. Это арена! А может, нет? Нет, вода, значит нет. Пусть Аланта найдет в загробном мире глину и металлы для своего труда. Ага. Оланта. И Оланта. Ну нет, красиво. Ну заметьте, текстурка плохо проработанная. Раньше это был огромный кусок, а теперь это какая-то добра пластика. Так, ладно, открывай. Ой. Черт! Это будет непросто. Вполне просто. Но че трохнулось, она к месту. Это путь наверх. Документик сверху будет. Ну по большей степени здесь все что надо я и так уже нашел в этой зоне. То есть ничего особо нового-то нету. Вон тот документ я не знаю как достать. Там скорее всего под землей будет. А все остальное, все остальное я нашел. Разве что может где-то еще что-то открылось. Навряд. Это пока не открою. Но у меня Дарваша не до сих пор. А Дарваш скорее всего дал когда я пойду в местную зону. Я что золото брошу? Да никогда в жизни. Ну подождите он с нами на одном уровне. Ладно если что. В общем он находится в первой комнате, но не пойму где. Сейчас заберемся сначала, а там уже посмотрим что как с чем едет. Последний прыжок. Жирная визьяна. Жирная визьяна. Вы правильно поняли. Так. Идеальный кадр мне нравится. Тоже хороший вариант. Вот так вот. Что ты из этого выбил? Ладно. Давай открывай. Надеюсь все это не зря. Надеюсь. Получи новое установление. Все зря. Пора убираться отсюда. Вон внизу. Кабарь. Искар. Кабарь. 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 все еще кипела. Чтобы успокоить солдат, кого-то следовало наказать. Евай приказал схватить торговцев, которых обвиняли в разжигании вражды, и принес их в жертву. Первая война пролетариата и капитализма. Как хорошо, что Карл Марк за этот момент не дожил. Иначе бы использовал бы это как основу для капитала. Той, давай. Нормально, желаза залезала. Так, все. Давай, 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 есть. Должен признать забавный обезьяна. Сегодня ты обезьяна, потом ты человек. А, на икс! Вот оно как работает. Все. Теперь нам осталось самое главное. Сделать прыжок. Зачем сделать его грамотно. Сразу на Б. Как только прыгнул, только-только в воздухе, сразу на Б. И тогда ласточкой. Когда выполнены достижения, можете получить очечку на уху. Давай, 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 давай. Ты худышка, ты же ничего там не съела. Значит, ничего и не... Так, вот здесь вот. О, привет. Забрали. Будем сейчас дырать не надо, да? Так. Нажмите А, затем О, Б. Хорошо. Так. Где она у меня воскресняет, не любопытно. Она же удар к лусам воду. Спасибо. Испытание покрой, иди, да. И вкусняшку забрали. Хорошо. Фу. Помыряли, поплавали. Пора и все изгнать. Так, теперь давайте тут походим. Это костюм, по-моему, должен быть, пока я не помню. А, вот. Так, а тут есть возможность собраться. Нет, показалось, что у вас павиан. Ну, так полагаю, это павиан все-таки. Так, и давайте сразу здесь изучим. Раз. Ну, белую я уже атаковал. Местную. Ну, имеется в виду, каппибару. Здесь вы появляетесь постоянно. А, мне нужно наверх. Привет. И никакой отметки ведь нету. Так, нам нужно, получается, обойти вот этот закуток. Ладно, пойду вдоль ручья. Видишь, может, на что-то и выйдет. Две змеи. Кстати, красиво нарисовано. Поддерживает видную культуру. Давай залезай. Так, она сюда смогла залезть. Значит, здесь есть подъем. Да, хотел бы я сказать. Да, по факту тут не подъем. По факту тут прыжок. В общем, там будет пароход. Но, видимо, когда мы пойдем другой дорогой. Июк убежал. Бедный юб. А я так хотел сделать из него чучело. Попустил он свою возможность. Если кто не понимает, что это за цена, когда я начал называть его Июком, объясню. Есть игра «Возвращение в таинственный остров». Там тоже есть прекрасный примат, по имени Юбчук. Эх, у нас даже есть прохождение первой части. Я вот хочу пройти вторую часть. Я ее и проходил на старой версии ПК. Проблема в том, что... Проблема в том, что... Вот диск, что у меня есть, он почему-то не дает нормально записать катсцены. Я пробую, ищу способы, как правильно сделать. Но пока не приходит. Ну, слушайте, мы, получается, забрали все, что можно технически. Можно, кстати, жумар из про... Давайте сейчас, знаете, как сделаем. Мы сейчас доберемся до границы. Там тоже кое-что заберем. Но, во-первых, там есть оттенен документик, чтобы сразу его забрать и забыть о его существовании до конца нашей жизни. Давай! Спустись! Не хочет. Нет. Я думал, тут, может, какой-то пароход есть, но... Нет. Обидно. Тут тоже вся какая-то. Ну, зато поплавали, ножки помыли. А это выход. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Вот об этой прогузке я и говорил. Тут еще дополнительная прогузочка вот такая вот. Вот, заметьте, как умножие ее сделали, да? Там грязь, здесь грязь. Пролезай как хочешь, делай что хочешь. Но что бы у тебя здесь эта грязь была? Так, вот еще один. У меня два очка науков. Технически я могу сейчас кое-что приобрести. В этом нет смысла. Для вот этого мне, в принципе, не помешало бы. Последок объекта связан с испытанием в режиме инстинкта выживания. Слушайте, вот этого мне реально не хватает. Ускорение полного натяжения тетивы и сокращение времени между усиленными выстрелами. Не уверен. Ну, после лечения... Пока не критично. Чешуя змеи используется на две концентрации, чтобы ускорить реакцию лара и замедление времени в прицеле. Слушайте, вот это очень интересно. То есть она может отвлекаться время от времени. Давайте пока редкости. Все-таки... Покупка... У нас часто происходит. Может, что полезное сможем приобрести. Кто знает. Так, пока я здесь, давайте сразу... Во-первых, тут есть зона с джумаром. Надо ее посмотреть. Можем еще к волкам сходить. Скоро уж мы здесь недалеко. Вот так вот. Место найдено. Оно скрыто от глаз. Местность сложна для пересечения. Кажется, здесь можно укрыться от чужаков, которые хотят угнать нас в рабство. Вот видите, человек всегда будет таким безобразным созданием. Пытаться превратить всех в рабов. Тут карт, кстати, есть хорошо. О! Не зря. Еще один документик нашелся. Но только один. Тут все и так понятно, наглядно. Тут ничего. Ну, хотя бы лагерь есть в этой зоне. Но он должен был быть. Слишком плохо было бы, если бы лагерь был. Вот, шестер. мы легко нашли спрятанный город координаты полученные от тринити оказались правильными местные жители не доверяли нам и мы вошли в город с приставленными к нашим шеям копьями среди жителей начался переполох позднее мы узнали что за месяц до нашего появления в город прибыл отряд инков лопес придумал историю о том как мы дезертировали из армии испанцев поскольку не выдержали ужасов войны он сказал что мы с радостью обменяем все наши товары на убежище не хотя они все же позволили нам остаться в городе но с тем условием что мы оставим броню и оружие в хижине за его пределами наши люди колебались но в конце концов мы договорились что двое из нас останутся охранять снаряжение это логично так на то маленькое убежище здесь еще было место где жума я помню золт сколько валяется все мы богачи мы разбогатеем я на час по волкам схожу все-таки во-первых реально нужны ресурсы а ресурсы позволяет нам дальнейшим во вторых в местной гробнице насколько я помню тоже могу найти здесь конечно есть еще рюкзак там смотрите посмотрите наши документ но он не помечен вот сейчас он есть но до этого его здесь не было значит есть что то что еще не нашел все отряды выходящие за пределы кана должны с особой тщательностью заметать свои следы мы уже близки к цели и нам совсем не нужно чтобы здесь появились толпы туристов мечтающих первыми сделать сэлфи в городе поздно такой турист уже дошелся это я так сначала зайдем старый храм ушек которому уже с вами были вот у меня нет столько места все да вот вон там в этом храме есть закрытые двери, которые можно открыть, по-моему, только с помощью шума. Да, получается, проходим по второму кругу, и то не факт, если я правильно помню. Может быть, я ошиблюсь. Но с другой стороны, чем бы нет. Заберем сейчас, посмотрим. У меня нет столько места. Я все запомнился уже? Серьезно? Ладно. К счастью, я тут себе дорожку уже открыл от города. Не нужно особо мучиться. Потому что мне тут главное именно открыть двери. Нереально. Больше я не унесу. Так. Теперь давайте искать. Они должны быть внизу. Вот так. Вот так. Я уже сварки смотрю. Включи фонарь. Я ни хрена не вижу. Крофт. Ряды, я вообще ничего не знаю. Точно-то не знаю. Ладно, хотя бы зашли, забрали, получили, что хотели. Нет места. Ничего не могу взять. У меня нет столько места. Ну а теперь идемте по поголовью волковое пойдем. И зажать кое-что. Порядкицы. Так. Давай. здесь мне придется чисто отстреливаться ладно да отлично рыжики кто следующий а ну иди сюда давай да та да знаете после того как ты провел ноторыальную сделку связанным условием, который считается пройти через задницу волковскую, это уже не так и не страшно, кажется. У меня нет столько места. О, вот это я искал. О, бля. Там-то и ничего где-то был. Ну, это все. Смотрите, я рад, что когда я что-то нахожу здесь, по сути, это все, что мне надо. Все остального не надо. Я уже как бы все нахожу и так, и так. Вроде бы досконально все проверяю каждый раз. А по факту собрал и так все, что нужно. Ладно, не страшно. Нет, не сложно. Пойдем, заплывем, заберем. Вопросов нет. Дали бы дробашек. Вообще шикарно. А, точно. Я не буду. Я, кстати, догадываюсь, где может быть этот самый Таидник Лыжившего. Помните, когда мы здесь сходили с вами, значит, поплывали, было ответвление. Маленькое такое. Когда я заплывал, и ни хрена ничего не было. Я уверен на 100%, что оно там. Даже в бабки не ходи. Так, я еще снял. Ну, тут добраться проще, когда мы с вами будем вот здесь. Я поплыву под водой из точки. Все правильно, помню. Да, все правильно. Вон там, вот в этом прям уголке. А вот этого уголка я не помню. Может, это потому, что было темнее? Видимо, из-за того, что было темно. Ну, ладно. Ланы забрали, хорошо. Может, это концентрация, как говорят. Меня вот реально пугает вот этот вот зал темных душ. Смотрите, реально жуткое место. очень жуткое. Но красивое. Да, это, скорее всего, за концентрацией. Мне кажется, концентрация получше. Наверное, это зрение ее улучшает. Слушайте, я бы реально хотел узнать состав тех трав, которые она делает, чтобы качество зрения улучшить. Можно было бы продавать активно. Если только там не будет глюкс и ноги. Нет, я понимаю, что это игровой усол. Только представьте, если это были бы реальные знания. сколько мы можем было бы денег сделать. Да, знаю, думаю о деньгах, о деньгах. Но я всегда стараюсь всему найти практичную выгоду. Без нее никуда. Сейчас доберемся до лагеря? Нет места. Ничего не могу взять. Ой, да ладно, если ты можешь. Направимся на рынок. Все, пора дайди. Фух. Так. Стоп, минуточку назад, назад, назад. Шкура. Я не заметил. Э, я шкуру хочу снять. Молодец. Вот теперь можешь костерку погореть. Так, давай подпевать по предмету. Тут, скорее всего, на улучшение у нас в первую очередь. Да, я улучшаю их сразу, но выгоднее. Надо за это запчасти начинать покупать. Подождите, у меня змеиный укус был он получше. Хотя, а, нет, лук, лук лиса изгнанника. Да, у меня был. Я улучшаю их, чисто по фану. Почему бы нет? Если можно, почему? Улучшаем. Это вообще у нас уже улучшены. Потом, когда они будут улучшены полностью, я смогу отобрать тот, который будет реально хороший. винтовка, винтовка, полная тень, мгла. А, это такая же, что ли? Тогда пусть это будет. Ладно, отправляемся. начало сюда, потому что, во-первых, тут обелиск открылся. Откроем его тайну, а потом пойдем с вами по сюжету. Сколько у нас? 40 минут? То есть, получается, только на обелиск найдет все время времени. Да, значит, получается, сюжет будет в следующем эпизоде. Получается, это у вас будет среда, да? Ладно, сюжет, получается, будет в среду, но тайм обелиска все равно раскроем. Надо. Плюс, вот есть ибилиз, который вообще я не понимаю, как он работает. Надо найти там, но ты не найдешь там. Надо найти, где... А! А, да-да-да-да-да-да, все-все-все, вспомнил же. Я же сам говорил, что скорее всего за металлическую дверь, которая открывается с помощью дробовика. Почему обязательно дробовик? Она же может делать взрывчатку из гребаной жестяной банки. Нет, я понимаю, что там мощность наверное не такая сильная, но все же. Но все, но все же, она же может. Ну ладно, даже если она не может. Тут есть бочки, сделай себе мощную взрывчатку с напалом. Хотя, это риск для джунглей. А что стрелять в железную дверь с помощью дробовика пытаясь ее открыть, это не опасность рикошетов саму себе? Тоже опасно. Бред, конечно. Но это игровые условности, но как ни крути. Немножко странно. Получив урод, удерж... Нажмите, чтобы увернуться от направленных на вас атаки. Я смотрю сейчас через маленький кран второй как раз таки. На готовом камера стоит. Красота да и только. Исчезновение. Находясь в бою, сложность. Можно по отдельности менять сложность боя, исследования и головоломок. Да нет, меня все устраивает, как я уже в свое время говорил. Реально, как-то долго... Мне проще было бы довело сейчас пройти прямо вот сквозь грязь такого города. Ну ладно. А, кстати, это очень за рынок заодно сбегаем. Зададим все не нужное. Субтитры сделал DimaTorzok. Ах! Субтитры сделал DimaTorzok. Так, а, тут сразу Забелиск, давайте заодно. Он все равно рядом. Речь о месте неподалеку. Семь золотых птиц расселись по ветвям. Одна улетела к деревьям вместе со своим сокровищем. Выпав из ее когтей, я жду тебя. Семь золотых птиц расселись по ветвям. Одна улетела к деревьям вместе со своим сокровищем. Выпав из ее когтей, я жду тебя. Золотые птицы. Семь золотых птиц. Семь золотых птиц. Я так полагаю, речь, скорее всего, о глизде. И одна улетела к деревьям. Но деревья только вот здесь. Я помню. Золотая птица. И тут еще крюк был, возможно, скромнение крюка. Видите? Вот, улетела к деревьям. У меня нет столько места. Видите? Тут еще и проходят. Есть. В общем, я догадываюсь, как нужно добраться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тааааак. Ну, мне нужно вон туда. Но я не допустим. Тут есть лазейка. Надо понять, какая. Потому что там наверху есть еще одна вещь. Надо, чтобы по боковому атлетике лазать. Такой вариант. Там есть артефакт. Я его не видел раньше, но сейчас заметил. Когда я смотрел вверх и проглядывал, где маршрут, которому Ларри надо на крюках летать. Скорее всего, мне туда прыгать надо. Так, здесь мы были. Туда нельзя. Туда и не надо. Вон там, видите, проход. Нет, не цепляется. Нет, не цепляется. Там коробочка с артефактом. И от него идет еще и возможность... Вот сейчас покажу. Вот здесь должно быть лучше всего видно. Нет, не здесь. Тут чуть повыше. Вон, видите, вон там. А чтобы мне тут добраться, мне нужно вот там оказаться. А чтобы здесь оказаться... Так, возможно, я нашел проход. Слушайте... Мачета, 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 мачета. Слушайте, у этого агитата надо зарплату повышать. Так вкусно работает. Ага. Привет. Майе и Инке стояли плечом к плечу в битве против своих братьев. Те, кто хотел отступить и начать жизнь сначала, и те, кто желал идти вперед и захватывать соседние земли. В общем, две империи объединились. Ну, ладно, в принципе, в это поверить несложно. Методы подсечно-огневого земледелия, которые применяли майя, не годились для этих мест. И вскоре это привело к нехватке еды. Понятно. Чтобы избежать голодной смерти, они заключили соглашение с местными племенами, научились у них новым методом и получили новые сельскохозяйственные культуры. Прибыли торговцы, нагруженные товарами, а затем и крестьяне с новыми растениями и методами. Постепенно, когда в Пайтите стало еще больше чужаков, они взяли власть в свои руки. Ну, так и бывает. Майты вымирали. Ассимиляция, так сказать. Теперь сюда. Да. Да. Пьем! 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 самодельным кремниевым замком, похожим на замки европейского огнестрельного оружия. Должно быть, жрец культа использовал эту вещь во время церемонии, чтобы повергать собравшихся в трепет. Перевожу. У мертвого конкистадора забрал огниво, чтобы производить эффект магии перед глупым населением. Вот и все. Мы забрали древний жезл смерти. Ларчик просто открывался, да? Но это одна вещь, а мне-то нужна другая. Мы же не раскрыли, да? Тайну монолита. Значит, надо продолжать разбираться. Такой хороший, реальный оратор. Мне прям нравится, как он болтается. Весело. Не помню, что я был в этой части. Здесь была еще одна. Они, видимо, все ушли. Я думал, только старушка ушла, но нет. Походу, видимо, все. Все, кто должен быть изгоями, они исчезли. Они пьюли с окном двери. Карта валялась. Постоянно. Ну, хотя бы... Оп-ля. Даже две вещи упустил. Идемте за ними теперь. По-хорошему, конечно. Но сначала надо забрать уртоп... Я же здесь был. А, нет. Не пейско. Онко-онко, да. Не переживайте, Леди. У нее с башкой все нормально. Просто ломается части. Вот в этой зоне. Улетела... В деревьях. То есть, туда. И тут... Ну, вот первая золотая птица. Видите, золотая птица. Так, сколько их еще раз? Давайте посмотрим. Сказано, семь золотых птиц. Семь золотых птиц расселись по ветвям. Одна улетела к деревьям вместе со своим сокровищем. Выпав из когтей, я жду тебя. Первая птица. Первая расселись по ветвям. Первая птица. Может, следовать за ней не надо? Семь золотых птиц. Раз. Раз. Расселись по ветвям. Одна улетела к деревьям. Так, вторая золотая. Третья. Четвёртая. Пятая. Шестая. А седьмая... Улетела к деревьям. Значит, мне нужно найти медклон. С золотой птицей. Ага, вот. Где я могу. Округлянь датсорс. Собрать ли дорогу три висящие птицы? Сорвана экипу. В общем, я нашёл достижение и задачку, но я не нашёл то, что мне надо. Раз. Раз. Два. Три. Так. Раз. Три. Четыре. Всего их семь. Я нашёл четыре. Должна быть пятая. Пятая. Вот. Седьмая улетела к деревьям. Иди, Кларочке. Ааааа. закопано . все там монолит раскрыл все с этим закончили тогда теперь за сокровищем так выложите здесь 5 было 7 опять что на 5 входов госпиталь лара так вот там света здесь останавливается вот именно здесь ой да ладно тебе будто тебя до этого никто не сделал это дебил нормально проблем давайте заодно на рынок сходим надо продать красота согласен великая мальянская стена здесь хорошо смотрится так привет и привет что нибудь приглянулась да хочу кое-что продать боги нам благоволят это твой боги нам благоволят ой да ладно это твой боги нам благоволят это твой боги нам благоволят это твой боги нам благоволят хорошо это твой боги нам благоволят боги нам благоволят боги боги нам благоволят есть лагерь сразу прокачать все пока забираем все потом продаем взял собрал продал такой круговорот потеряла я создаю инфляцию и роде из бы дурина инфляция полноценный выход так потом отберем самый подходящий шоку что-то там под исчезла мне она нравится как дела взгляни что у меня есть давай я пришел тут боги нам благоволят этот вот это очень разумная покупка спасибо тебе как дела у меня большой выбор внутри да очень напоминает луствия дома охранят тебя боги он радуется что человек чужая земка ты может она и он на виды вести а у меня не было ножа поэтому я не мог теперь там никогда у меня все это дело есть я могу все это дело изучать и собирать инки консервируют почти все съедобное сочетая сублимацию и засолку чарки и чунас это фактически мясо с картошкой объедение учитывая что картофель отсюда как бы приехал реально картофель что и сочпать компания завершена будет хорошо так этот я не достану он на мосту а вот это я наверно все остальное добавляю да она под землей вместе с документом ведь как глубоко на ничего это он а как жизнь тела к пол текса сахар так и вот у меня сейчас мысль она была прошла . проверим я помню Помню, что когда мы в прошлый раз с вами лазали вот по скалам с другой стороны вот этого водопада, что этот водопад был густом, там были, тут можно было сделать вроде бы, вроде бы, мосток. Прицепившись и выстрелить. Я не уверен. Да, залезть можно. О-о-о-о. Нет, там нет. Да и не страшно. О-о-о. О-о-о. Так что, с вами был Вескер, Абрел Тачинг. Мы реально сделали достаточно многое, много чего узнаем здесь, так что это, в принципе, хорошо. Поизучаем, пообработаем локацию, получим ненько дробашь, сможем еще что-то новенькое открыть. Так что, готовимся. Пока что, всем еще раз спасибо, ребята, кто пишет комментарии, кто смотрит эпизоды и кто ставит лайки и делится ими. Потому что, чем нас больше, тем веселее. Ну, а с вами был Вескер, Абрел Тачинг. И не забывайте, что вечером у нас по будням стримчики. Так что, заходим, смотрим, наслаждаемся. Всегда буду всем рад. Доброго всем вечера. Дня, обеда, утра и удачи.